Праздники закончились и в омских дворах все больше выброшенных елок и сосен. Многие не видят смысла дальше хранить дом один из символов Нового года. Впрочем, есть и те, кто находит применение отслужившим елкам. Подробности у Елизаветы Василевич. Во дворах Омска уже появились выброшенные новогодние деревья. Ели и сосны приносят к мусорным контейнерам. Деревья не идут на переработку, отсюда их забирают коммунальщики и увозят вместе с другими отходами. Впрочем, не все из 40 тысяч заготовленных в этом году лесхозами ели и сосен оказались на свалке. Некоторые используют их в народной медицине. Пенсионерка Нина Русакова зимой хвою заготавливает на год. Из нее женщина сделает настой. Говорит, это и польза для здоровья при борьбе с простудой, и средства для полива растений. Зимой для цветочков поливаю. Хоть что поливать. Очень хорошо. Особенно вот даже сама вот эта вот иголочка, ее всю собираю и под яблоньку зарою. Везде надо все. Это же очень хорошая подкормка. А вот в Томске ели и сосны перерабатывают в кормовую добавку для скота. Здесь каждый год устраивают акцию. Люди собирают использованные деревья и отвозят в дробильный цех. В пищу животным пойдут только елочные лапы. Их отбирают вручную. Вот мишура попадает вот она. Ее лучше убирать и в сторону. А вот такие лапки вот уже обрабатывать. После переработки получившийся порошок добавляют в корм телятам и коровам. Ну, наверное, нравится, потому что едят. Из одной елки получается полтора килограмма прикорма. С его помощью легко разнообразить рацион животных. В елке содержится много витамина ИС, витамин В содержится, А, каротин содержится. То бишь, это полезно для животных. В зимний период особенно организм ослабевает. А вот питомцы новосибирского зоопарка в таком корме не нуждаются. Елки судожители приносят, но используют их как украшение для вольеров. Однако, если возможности отдать елку на переработку нет, а выбрасывать жалко, можно сделать украшения для дома, например, плетеные корзины, венки, подстаканники. Тогда красота праздничного дерева будет радовать круглый год. Елизавета Васильевич и Константин Демиденко. Новости здесь, Омск.